Тему экономики, но экономика немножко в таком очень интересном дискурсе, потому что вопрос такой, многие, особенно в бизнес-сообществе, говорят, что технократы, они могут спасти Беларусь, они знают решение каких-то конкретных задач, узких, но тем не менее конкретных, то, что было в конце, там вот эти вещи, которые очень много платформы бизнеса, вот, они абсолютно все валидные, абсолютно все справедливые, вот, и тут у Антона стоит очень такая серьезная теоретическая, практическая задача, ответить на вопрос, почему в Беларуси не получится проблема технократической модели реформ. Антон, пожалуйста. После обеда проще всего выступать, потому что все более-менее сонные, и можно говорить, наверное, любые вещи. Вы не заблуждаетесь, молодой человек. Теперь я знаю, кто не съел ту лишнюю порцию, которая осталась у нас на столе, значит, вы голодные и злые. На самом деле, каждую школу я презентовал какое-то исследование, которое проводилось мной, и было исследование по индексу Ивановна, было исследование по административным процедурам, было исследование по трансформации экономики Беларуси в 90-х на основе тех же архивных документов. В этом году, скорее, некоторый теоретический обзор на основе некоторых работ и публикаций где-то известных, где-то неизвестных авторов, которые будут отвечать на этот вопрос, который мы обозначили в заглаве. Почему в Беларуси не получится проблема технократической модели реформ? Но, опять же, это не утверждение стопроцентное, что Беларусь не получится, это, опять же, теоретические выкладки. Почему не может, может не получиться, назовем это так. И, в принципе, давайте построим наш разговор таким образом, что 20-25 минут я расскажу свое мнение, свое представление на основе, опять же, некоторых теоретических выкладок, и после этого мы перейдем к дискуссии, к вопросам, потому что, как я понял, их достаточно много и есть о чем поговорить. Три блока того, что мы сегодня обсудим. Первый блок касается того, как сегодня чувствуется белорусская экономика, рост либо рецессия, просто для того, чтобы понять, где мы находимся для дальнейшей дискуссии. Второе – это факторы перемен и риски дестабилизации ситуации, то есть, что может изменить ситуацию в Беларуси, какие факторы, какие причины могут стать тем, что мы двинемся в одну из сторон. И вот тут в третьей части сосредоточимся на потенциале реформ, как раз-таки поговорим о том, на что становятся реформаторы, или как называл бывший министр экономики, прагматики в Республике Беларусь. Ну и первая часть, что же происходит в Беларуси, рост либо рецессия. Итак, если мы посмотрим на экономические данные, вы видите, что белорусская экономика пошла в бой. Рост мы уже видим на протяжении нескольких месяцев плюс по темпам прироста ВВП. И я сам вам составляю компанию. Шерши. Это не мама. И вы видите, что несколько месяцев… Да нет, она не даст. А чего ты боишься? Так, а он же один. И что? Ладно, наверху есть бананы и фрукты поезд там. Тем более у ребят. Понятно. Итак, если мы посмотрим на последние месяцы, то увидим, что темпы прироста ВВП находятся в зеленой зоне, то есть положительные. Они положительные, при этом, как часто повторяем, технически считать выход из рецессии можно, если темпы прироста ВВП будут положительными на протяжении 6 месяцев. И поэтому, если мы посмотрим на график с 2005 года, то заметим, что реальный ВВП Беларуси сокращался на протяжении 24 месяцев, то есть 2 лет – это самая продолжительная рецессия в нашей стране с момента установления нашей модели, которую мы используем. И вот последний квартал, который в этом году мы видим некоторое восстановление. Это говорит о том, что вполне может быть мы выходим из рецессии, или все-таки это не так. Давайте сначала посмотрим на эти данные. Я один раз уже показывал на Витебской аудитории данный график, который показывает, что падение могло бы быть и больше, то есть падение внутреннего продукта могло бы быть глубже, если бы не поведение населения. Так сложилось, что беларусы меньше начали… То есть уровень доходов у них снизился, но уровень расходов снизился не настолько, насколько уровень доходов. То есть поддержание старого уровня потребления, он оставался на протяжении достаточно долгого периода времени. И вот вы можете заметить, красным столбиком – это падение доходов населения, а расходы на конечное потребление, они выделены синим цветом. И розничный товарооборот – он в зеленой линии. И вы видите, что доходы упали по данным Национального банка за три квартала 2016 года на 7%. Уже есть более свежие данные, которые также показывают эту динамику. А расходы падали на уровне 1-2%. При этом розничный товарооборот, соответственно, не падал до последнего времени, когда люди просто начали понимать, что, возможно, кризис все-таки будет затяжной. У меня есть предположение, что во многом такое поведение связано с тем, что формировались положительные ожидания со стороны официальных властей, со стороны тех, кто по телевизору, по различным информационным каналам, говорили, что в целом в стране все будет хорошо, кризис временный, скоро все вернется. И поэтому белорусы особо не пересматривали потребность своего поведения и действовали так, как действовали. Соответственно, мы получали то, что некоторую поддержку со стороны внутреннего спроса на протяжении 2015-2016 года наше домохозяйство оказывали. Но последние 5 месяцев мы видим обратную тенденцию. Вопрос, кто кого держал? Леонид Федорович вас или вы его? Леонид Федорович в шляпе, значит, Леонид Федорович держал. Девочка. Соответственно, вернемся к этому тенденцию. Спад, который мы наблюдали на протяжении 24 месяцев, мог бы быть больше. И этого не произошло. Вот еще два графика от наших коллег, которые, мне кажется, так же хорошо это показывают. Вы видите потребление домашних хозяйств, реальные денежные доходы. Мне больше всего нравится тот график, который по правую руку от вас. Валютные депозиты и задолженность по потребительским кредитам. Вы видите, как с момента начала кризиса, где-то середины даже, белорусы начали проедать свои валютные депозиты. Вот здесь вот зеленая салатова линия четко показывает, как быстро белорусы проедали свои валютные депозиты. Одновременно с этим, обратите внимание, что потребительские кредиты с 2016 года начали расти. Отчасти это связано с снижением ставки рефинансирования и ставок на рынке. Но, во-вторых, белорусы все-таки еще также пытались с помощью потребительских кредитов, это физических лиц, поддерживать свой уровень потребления. И, тем не менее, вернемся к тому, что мы видим последние несколько месяцев. Это положительные темпы прироста валов внутреннего продукта, который мы наблюдаем. И уже один процент прироста за... Это последние данные, которые были опубликованы Белстатом. Белстатом, однако, рассмотрим это с двух позиций, то есть с одной стороны и с другой стороны. Как существует такая известная шутка про экономистов, приписывают это разным людям, которые говорили, но все они так или иначе связаны с государственными правлениями. Вот одному из президентов в Америке приписывают фразу, что он сказал, дайте мне однорукого экономиста, которого не будет такого, что... как в английском там, в одной руке, в другой руке, то есть с одной стороны, с другой стороны. Но, тем не менее, этого не избежать, поэтому у нас есть вот эта двухрукая ситуация. С одной стороны, в первом квартале уже можно говорить, что и во втором квартале начался рост возникновения домашних хозяйств, и восстановление объемов инвестиций, а также некоторые другие положительные динамики. С другой стороны, источники инвестиций сомнительны. На сегодняшний день можно предположить, и это даже в некоторых докладах просматривается, что значительный прирост инвестиций произошел за счет инфраструктурных проектов, в основном государственных. Это атомные электростанции, это реконструкция дороги М6, это Минская кольцевая дорога и так далее. Причем это просматривается очень хорошо, если мы возьмем таблицу в разрезе регионов и увидим, что прирост на 20-30% по инвестициям месяц к месяцу как раз таки произошел в тех районах, где происходит строительство данных проектов. Потом, внешние источники финансирования ограничены. Мы сегодня видим, что инвестиции находятся на минимальном уровне, иностранные инвестиции. Если раньше мы привлекали на уровне 2 миллиардов долларов, сейчас, в лучшем случае, мы выжмем 1,3 миллиарда долларов. В следующем году планируется, что это будет на уровне 1,7, но, опять же, такого оптимизма нет. Чтобы можно было понимать, что это очень малая величина, соседние страны привлекают больше, чем десятки миллиардов долларов, поэтому для Белоруссии 1,3 миллиарда – это очень малая сумма. И, наверное, она как-то повлияет, особенно учитывая, что 70% этой суммы – это реинвестированная прибыль. Высокий коэффициент закредитованности предприятий. Большое количество предприятий до сих пор еще кредитуется за счет банков и, таким образом, поддерживает свою регидность. Соответственно, вот этот рост, который мы можем наблюдать на некоторых предприятиях, он, в том числе и по зарплате, о чем мы еще поговорим, может вызван именно таким некоторым стимулированием со стороны банковского сектора. И еще одна проблема, которая остается – это все-таки низкая эффективность использования и финансовых связей. Госпрограммы не отличались высокой эффективностью и, в принципе, ничего не поменялось с точки зрения структуры. Были какие-то изменения, опять же, подходов, но их недостаточно. Рост промышленного производства из-за восстановления неэнергетического сектора, подчеркнуто, то есть, молоко, сельскохозяйство и так далее, во многом за счет экспорта в Россию. Однако, вот вернемся к тезису о закредитованности предприятий и низкого уровня платежеспособности, это все еще остается. И одновременно с этим мы также должны констатировать, что высокие остатки продукции в среднем по стране остаются, и это тоже приводит к негативным последствиям. В целом, для экономики производительность труда и заработная плата растут в среднем, не такими высокими темпами, как хотелось бы. Но возникает вопрос распределения доходов, то есть, как эта зарплата распределяется по стране. Мы понимаем и видим, что указ на касс всем по 500 или 1000 рублей, он в той или иной мере был воспринят местными органами власти, и не только местными органами власти, и реализуется на сегодняшний день. Но в то же время, я, например, считаю это политическим лозунгом, что это не так, что этот, что в принципе эта инициатива стороны президента или наказ его стороны, он в принципе не будет, для его осуществления будут здесь воспользованы все источники, которые могут быть. То есть, те, кто считают, что могут использовать эмиссионные источники, что в принципе вернуться к старой политике для того, чтобы только достигнуть 1000 рублей в среднем заработной платы, я скептик такого варианта, потому что считаю, что все-таки никто не пожертвует макроэкономической стабильностью на сегодняшний день ради достижения политической цели. Скорее, это такая цель, которая была поставлена для того, чтобы в том числе местные органы власти, в том числе республиканские органы власти видели ориентир, к которому нужно двигаться. Если бы его не было, можно сказать, что они просто были в таком статичном состоянии. Это просто стимул. Поэтому, тем не менее, это оказывает влияние на рост заработной платы, и это стимулирование, оно в той или иной мере отразится на этих показателях. Ну и макроэкономическая стабилизация, с одной стороны, то есть мы видим низкую валютность белорусского рубля, сокращение инфляции ниже 10%, что для Беларуси является историческим уровнем. То есть у нас только 4 раза мы находились ниже 10%, но на времена с этим высокие инфляционные и деволюционные ожидания, Национальный банк об этом не раз уже говорил и публиковал данные. Большой объем проблемных активов в госпитете и банковском сервисе, это и вовсе проблема, которая сейчас обсуждается достаточно активно, является одной из важных. И вот самая главная цифра, я единственную цифру здесь привел в этой таблице, это то, что 13,2% ВВП мы отдаем на возврат внешнего долга. Это проценты и основная доля. Просто представим, что 13% ВВП это огромные деньги для страны, учитывая, что эти деньги фактически просто уходят к внешним гурибторам, и они могли бы с точки зрения работы на этой стране обеспечивать ней 106. То есть это серьезно, учитывая, что в принципе такой же уровень обслуживания внешнего долга сохраняется на ближайшие годы. Прогнозы экономического развития в Беларуси на 2017 год. Это данные с... Я пытался взять разные источники, опять же подчеркну, их может быть намного больше. Прогнозы делают разные агентства. Тем не менее я взял те, которые чаще всего встречаются. Правительство Республики Беларуси, Российский Банк развития, Всемирный Банк. Ну, видите, что в основном еще пока есть некоторый скепсик по поводу экономического роста в этом году. Но, например, с этим сразу скажем, что эти три организации, они уже явно пересмотрели и пересмотрели в ближайшее время прогноз свой и поставят плюсовые значения. Потому что есть те основания полагать, что в этом году мы закроемся в плюсовой зоне по волноватым продуктам. Но, тем не менее, вот эти вот нюансы остаются. Во-первых, медленный процесс по реструктуризации госпредприятия. Это просто как обозначает проблемные точки. Отсутствие реформ системы социальной защиты неопределенно социальной финансирования внешних должностей. Это самые проблемные зоны, которые на сегодня в Беларуси существуют. Такой экспресс-обзор того, что есть в экономике. Теперь просто посмотрим, что может изменить ситуацию в нашей стране. Вначале взглянем на региональные риски, потому что мы существуем не в отрыве от региона. Поэтому будем пытаться смотреть сначала через это призму, а потом просто посмотрим, что происходит внутри. Во-первых, факторы смены статус-кво. Что может поменять статус-кво в Беларуси? Ну, этот круг с стрелочками можно, в принципе, расширять и увеличивать количество этих стрелочек. Поэтому я просто выделил обобщенные факторы. Во-первых, деньги. И вы, как и мы, в целом, стали свидетелями тому, как это сменило статус-кво в Беларуси. Но, в частности, приход денег по Евробандам, кредит от Российской Федерации, как минимум, поставил на паузу долгие переговоры с Международным валютным фондом. Одновременно с этим немного пересмотрелось здесь подходы к этим изменениям, которые могут быть в ближайшее время. Потому что, в принципе, поставленный на ожидание переговоров с МВФ, означает, что не нужно проводить те изменения, которые так требует этот валютный фонд от Беларуси. Китай. Я с кем-то по поводу того, насколько Китай может здесь что-то изменить с точки зрения проекта «Великий камень» и так далее. Зная то, что Китай очень осторожен в любых переговорах, сделках и так далее. Когда я разговариваю с людьми, которые менее спектично к этому относятся, я всегда спрашиваю, покажите мне какую-либо страну, в которой Китай работал, где-то те же проекты были успешны, либо Китай инвестировал все деньги, которые, например, наше руководство вырежет, что он инвестирует. И на сегодняшний день, по крайней мере, я не получал еще ответа, который конкретно бы именно описывал такую же ситуацию, как в Беларуси, либо подобную ей. Поэтому потенциал огромный, особенно то, как мы формируем эту зону «Великий камень», учитывая, что мы делаем такую действительно зону свободной торговли, преференциальную зону. Но, как правильно, вроде бы Каргонин сегодня отмечал, очень малое количество компаний, зарегистрированных в этой зоне пока что. Сырье. Сырье, я имею в виду, это калийное удавление и нефтянка. На повышение цен на нефть, на мировом рынке, на калийное удавление, все это, конечно же, будет оказывать воздействие. По крайней мере, достаточно большой и продолжительный период времени Беларусь жила в тучные годы, нефть стоила по 100, калий был здоров. Мы прекрасно себя ощущали, и это, в принципе, действительно может очень серьезно менять ситуацию в стране. Граждане. Мы с вами, и те, кто выходил, например, на площадь, не согласны с декретом отменяться, ну, его заморозили, даже сейчас деньги начали возвращать. То есть, есть эффекты, так или иначе, граждане могут тоже менять статус кое, если есть литерическая масса. Россия. Ну, здесь, в принципе, никто не поспорит, что это один из главных факторов, который также может оказывать влияние на ситуацию. Вот теперь о регионе. В рамках инициативы «Минский диалог», который в Беларуси собирает экспертов по теме региональной безопасности, международной повестки дня, мы проводили опрос среди экспертов, которые присутствовали на одном из круглых столов. В основном это было представлено экспертом международными, в том числе дипломатами, высокого уровня. И мы сделали карту рисков, которую надо было распределить на две части – по вероятности и по степени влияния риски в регионе. И вот данный график показывает то, как эти риски попали по шкале снизу. Вероятность от 0 до 7, чем выше, чем выше вероятность. И по степени влияния от 0 до 5. Средняя вы видите 4,4, 3,3 и все сосредоточены где-то практически в одной точке. Давайте приблизим и посмотрим на это таким образом. Я извиняюсь, не переводил ее. Нам, в принципе, интереснее всего будут риски, которые лежат по правую сторону выше среднего. Выше среднего по вероятности и по степени влияния. Поэтому эти уберем и глянем только на вот эти. Вы видите, что в регионе, согласно этому вопросу, по степени вероятности, наиболее вероятно то, что будет наблюдаться экономическая стагнация в целом регионе, причем это не только в Беларуси. То есть медленные темпы на протяжении долгого периода времени, низких темпов роста. Также мы видим, что медленная адаптация к новым технологиям, вызов для региона, протекционизм, структурная слабость экономики, то есть наличие большого госсектора, например, малое количество реформ и провалы национального управления. По своей сути, если мы будем комбинировать это все, то давайте говорить о том, что можно разделить это на две группы. Во-первых, экономические, то есть экономическая стагнация, например, это реформы, структурная слабость экономики. И второе, это как раз таки связано с государственным управлением. Это и протекционизм, это и в целом провал или сложности в государственном управлении. Если мы это попробуем составить в два столбика, то есть вероятности и степени влияния, то увидим, что экономическая стагнация по степени влияния и вероятности находится на первых строчках. Все остальное более-менее разбросано. И вот здесь мы видим, что малое количество реформ и провалы государственного управления, они находятся на последней строчке. Однако, если бы эксперты оценили как низкая вероятность, если в случае каких-то определенных факторов провал государственного управления станет более вероятен к осуществлению в регионе, то он фактически усилит степень влияния двух основных рисков в регионе. То есть это, а, экономическая стагнация и при этом неспособность решить этой проблему. Можно так сказать. То есть сейчас мы видим, что одна из проблем, это экономическая стагнация, она в основном присутствует, и многие соглашаются, что это наиболее вероятный риск. Но будет еще хуже, если какие-то факторы подействуют на то, что слабость решения любых экономических проблем в регионе, она станет по вероятности выше, и этот риск будет реализован тоже. То есть, с одной стороны, мы будем иметь и проблему экономической стагнации, и при этом одновременно низкую возможность решить данную проблему. Если перейдем к Белоруссии, то есть внутрь, вот пересмотрели матрицу внутренних рисков в краткосрочной перспективе по степени влияния вероятности, низкая, средняя, высокая, средняя, высокая. И что мы здесь видим, что самая высокая степень влияния вероятности, это слабый инвестиционный потребительский спрос, продолжительная стагнация и вполне вероятное смягчение денежно-кредитной политики под давлением вот этих факторов. То есть, здесь мы видим, что внутренний риск совпадает с региональным риском, с региональным риском, и Беларусь может застрять в периоде низких терминов экономического роста. Отдоверенно с этим непосредовательное проведение внутренней политики, этого много можно сказать, опять же, со слабостью государственного управления, и отсутствие положительных результатов, но это касательно денег. В принципе, этот риск уже реализован в том или иной мере, приговоры с НПФ поставлены на режим ожидания, и поэтому его вероятность средняя была реализована, и при этом степень влияния высокая. Однако не будем забывать, что мы компенсировали это размещением евробонда. Нестабильность цен на сырье, товары и так далее, и более глобальные финансовые условия, повышение волатильности поток скрипта, это, в принципе, пока нам не так интересно. Тем не менее, вот риски, которые, риски, факторы, перемен, которые могут повлиять в регионе. Ну, а теперь на этом все в фоне состояние экономики, возможности и влияния. Давайте посмотрим на ту модель, которая, как мне кажется, была выбрана в Беларуси с 2015 года. Это модель технократических изменений. Мы сейчас подробно на нее посмотрим. И можно ее назвать модель прагматическую, потому что мне нравится, как себя назвал тогда, когда сказал министр экономики в прошлом, Ставков, сейчас он работает в администрации президента. Для начала просто повторим то, что сейчас в Беларуси проходит. Но, с одной стороны, реформу или, как в кавычках можно назвать, антиклистные меры, построение явных дисбалансов и поиск внешнего финансирования. Это делалось как с технократами. Однозначно, в чем-то где-то даже можно зафиксировать очень хорошие результаты. С другой стороны, умеенный проекционизм и все то, что по списку мы имеем. Но, именно с этим, тут вот стратегия, которую мы обозначали еще в конце прошлого года, она, в принципе, так и осталась стратегия в ожидании. У нас нет четкой цели, куда двигаться, то есть нет какой-то системной концепции. Нет системности, нет команды, нет политической воли. И вот сейчас переходим к одной из моделей, которую хорошо описал в своей статье, кому будет интересно. Это Гельман, в 2016 году статья вышла в одном из журналов. Он говорил о том, как технократические команды справляются, либо не справляются с своими заданиями. Но сначала несколько понятильных вещей, которые он также вводит в преамбуле. Это два понятия, которые в английском разделены двумя словами. Это полиси и политикс. Политикс – это борьба за власть. Это политика, направленная на борьбу за власть, то есть на сохранение власти. Полиси – это то, что направлено на проведение каких-то изменений в стране, преобразование каких-то секторах. То есть это экономические реформы, это политика социальная, еще какая-либо. Эти два понятия нужно разделять для того, чтобы эту концепцию переложить на Беларусь. И вот зачем технократы прагматик? Во-первых, они обладают квалификацией, которая выше, чем у тех политиков, которые проводят то, что называется политикс, то есть борьбу за власть. Прагматики разделены от борьбы за власть, и они, по своей сути, их задача – это проводить вот эту полиси, то есть проводить реформы, проводить изменения в экономике. А политикс остается политикой. Это и есть их наркотическая модель. И при этом в случае провала реформы можно все неудачи списать на прагматиков или технократов, которые занимаются именно полиси. А политикс остается политикой. Есть вторая модель. Модель вторая, она политическая, называется не технократическая, когда избранные власти приходят к власти, имеют мандат на проведение, например, реформы, и они сами проводят. Но, опять же, подчеркну, что зачем технократическая модель выбирается, потому что можно списать неудачу на технократов, которые отделены от власти, и обладают большей квалификацией. Но при этом эта модель, она имеет свои серьезные минусы. И перед тем, как посмотреть на минусы, я просто скажу, какая-то модель будет в Беларусь. Почему я считаю, что она используется в Беларусь? Во-первых, потому что у нас понятно, что за власть ни один из тех, кто сегодня находится в министерстве, чиновники и так далее, не борется. Это просто невозможно в какой-то степени. И поэтому назначенные в 2015 году новые руководители отделенных ведомств, министерств, в том числе пришедшие в команду в эти министерства люди, они занимались технократической работой по тому, что я показывал. Устранение явных дисбалансов, макроэкономическая стабильность, ну и поиск внешнего финансирования. Эти команды в какой-то мере можно выделить и даже отчерстить их контуром и понять, кто в каком ведомстве был и чем занимался. Нам это не интересно в плане пофамильном, нам интересно, что существовали ли эти команды. Да, существовали, возможно, они были системно не связаны, но тем не менее задача не свою планируется. Итак, теперь вернемся опять же к теоретическому Беларусь. Почему технократных-прагматиков может не получиться? Ну, во-первых, потому что может возникнуть проблема принципиал-агентских отношений или это, по-простому говоря, прагматические технократы заинтересованы в одном, в политике в другом. Это взято из бизнеса, когда собственник заинтересован в одном, управляющий, директор, менеджер, наемный заинтересован в другом. И вот это несовпадение этих интересов может вызывать определенные конфликты и то же самое может быть в технократической модели. Потенциальные конкуренты. Технократы могут стать потенциальными конкурентами, то есть перейти из сферы policy в politics, понимая свою ограниченность в реализации реформ, если вдруг возникает такая ситуация, когда они не могут реализовать, они могут начать претендовать на politics, то есть на борьбу на власть. И в таком случае власть, то есть те люди, которые отвечают за политик, за борьбу на власть, отвечают следующим способом. Они набирают в команду технократов тех, кто более лояльны. То есть те, кто готов принимать правила игры. Но чаще это приводит к проблеме лояльности против эффективности. То есть те, кто лояльны, не всегда являются наиболее эффективными. И вот эта борьба между двумя этими категориями приводит к тому, что эффективность проведения каких-либо реформ в рамках технократической модели сокращается. Узкие карманы эффективности – это обведенное понятие геттесом. Что такое карман эффективность? То есть это какое-то определенное окно возможности, которое обеспечено либо политической волей, либо еще чем-либо. И в рамках этого кармана эффективности можно проводить реформы. В Беларуси это очень ярко видно было в последние годы, когда у Национального банка был такой карман эффективности – это проведение макроэкономической стабилизации. Это стабилизация курса и политика в отношении денежно-кредитной политики. Мы видим, что несмотря даже на некоторое сопротивление со стороны профильных министерств, Национальный банк достаточно долго удавалось держать задуманного плана. Затем не менее, как здесь написано, сопротивление бюрократических интересов, оно приводит к тому, что этот карман со временем сужается. Сейчас мы это видим, сейчас мы ощущаем, что Национальный банк уже менее гибок, и рамки его возможностей сужают. И еще один момент – создание противников неформальной коалити. Вот почему я хотел, чтобы Андрей Гарбонин здесь остался, потому что он ярко, пусть он даже провоцировал где-то. Но тем не менее, он показывал, что если есть группа интересов, это в основном бизнес, который построен в том числе на существующей структуре, либо это чиновники, которые также имеют свои интересы в том, чтобы сохранить статус-кво, они на этом фоне формируют коалицию, которая способна противостоять технократическим изменениям. И это, в принципе, тоже видно в Беларуси на примере проведения изменений в реструктуризации госпредприятий. Потому что это очень чувствительное место в экономике Беларуси, и поэтому не так-то легко, хотя было обещано, провести какие-то изменения. И вот правила Родрика, потому что я решил это оставить, потому что за прошлый день, за сегодня, про Ликвайю я слышал несколько раз. Ну, во-первых, на фоне вот этих проблем, которые мы обсудили, почему эти цифры может не получиться, можно прийти к поводу, что единственным источником курса реформ в Беларуси, в том числе, если мы говорим, и в Беларуси это, наверное, наиболее актуально и видно, это то, что в основном реформы будут делаться в случае персонального приоритета высшего политического руководства. Опять же, мы сегодня обсудили вот это направление с 500-долларовой заработной платы, или тысячу рублей, или, например, еще какие-либо направления, инициативу, которую выдвигался президент. Это все во многом двигалось достаточно быстро, если на этом не оставил или где-то видел глава государства. Поэтому здесь главным ресурсом технократов или прагматиков по сновкову, можно так сказать, это умение продавать лидеру данные реформы в проведении реформ в правильной упаковке на протяжении продолжительного периода времени. Национальный банк, опять же, национальный банк, к примеру, очень хороший в данном случае, потому что ему удавалось на протяжении двух лет делать то, что на протяжении достаточно продолжительного периода времени в Беларуси никто не мог сделать Национальный банк. За два года Национальный банк сделал больше, чем за предыдущие лет 10-15, И во многом это обеспечено тем, что, во-первых, да, были условия, когда руководитель со стороны получал выгоду от того, что Национальный банк занялся макроэкономической стабилизацией, та команда, которая пришла к управлению. С другой стороны, Национальный банк собрал лучших профессионалов со всех министерств, даже, скажем так, не знаю, насколько это внутренняя информация, но некоторые министерства негласно запретили уходить со своих мест работников этих министерств в Национальный банк. Все время, то есть, когда звонили с Национального банка, пытались приглашать на работу, там сразу говорили, а, нельзя, нельзя, то есть Национальный банк за короткое время собрал профессионалов, и это им удалось формировать правильную провиску дня и на протяжении двух лет, в принципе, проводить то, что в итоге вылилось в макроэкономическую стабилизацию, опять же, относительно, но, тем не менее, успехи серьезные. И вот поэтому, вернувшись к воспоминаниям о Сингапуре, я согласен с этим термином, который повторил, опять же, в своей статье Гильман с 2016 года, опять же, кому интересна эта будет тема, можно ее открыть, на каждого ликванью приходится слишком много мобута. Я помню, также, как его в Бендукидзе вспоминали, помню, перечитывал на где-то полгода назад его различные статьи интервью, где он также подчеркивал своими словами, но то, что ликванью в какой-то степени это исключение, и слишком много примеров негативных реформ, когда их возглавлял какой-то авторитарной плиты. Поэтому перспектива реформ при инерционном сценарии в Беларуси, если мы посмотрим на нашу сформированную модель за последние два года, с переходом, опять же, новых членов правительства, и назовем ее технократической или, опять же, прагматической моделью с командой прагматиков, проведение реформ возможно только в случае прямой выгоды для того же президента, мы видим и до определенных групп интересов, и мы видим, как только реформы того же Национального банка заходят на территорию тех, кто в этом не заинтересован, как быстро эти реформы начинают сворачивать в другую сторону. Два ярких примера. Первый пример – это дедолларизация. Очень хороший дискусс был, когда Национальный банк начал залазить на территорию тех, кто в Беларуси имеет право принимать деньги в иностранной валюте, продавая свои услуги. Там есть список некоторых, и как они начали резко сопротивляться этому. И сразу же вопрос дедолларизации свелся там, скажем, со другим вопросом по депозитам и тому подобное. Второй пример – это когда Национальный банк вместе с Савмином подготовлен в 2015 году к совместному плану действий, и там были очень хорошие действия по республикализации госпредприятий. И первые полгода все шло, и были активные наши представители в Савмине. Но как только это столкнулось с групповыми интересами проведенных министерств и концернов, в принципе, даже сейчас вы видите, что с обязанностей госсектора практически никаких изменений мы не видим. И это говорит о том, что просто наши команды, которые находятся в Национальной банке и в ряде других министерств, они просто не так представили, возможно, неправильную упаковку выбрали, если говорить метафорично. И мне во многом... Посмотрим. А, до этого дойдем. Зона реформа суиции до небольшого количества секторов с низкими шансами распространения их опыта на других серверах. В принципе, это происходит. Настальный банк сейчас сузил свою сферу информирования. Савмин его команда тоже сузила свою сферу информирования. И мы видим, что если мы возьмем пакет в совместный план действий нас банка и савмина, который был хорош, из всего, что там было написано, выполнена только малая часть, и Национальный банк сейчас больше со светочником каких-то техничных моментов. Вы видите, что это там даже блокчейн уже пошел в действие. Это пошли какие-то технические настройки и каких-то глобальных изменений пока не видно. Диспетс этих наградов-прагматиков сводятся к участию в качестве советников-консультантов. А вот это вообще, мне кажется, белорусский национальный экстрематийный пример, куда делись, назовем две фамилии, хотя я бы говорил, что не будем на фамилии переходить, куда делся помощник президента по экономике Киил Рудой, который входил в эту команду в Китае, куда делся замминистра экономики, который входил в команду по переговорам с МГФом, господин Забаровский. Он ушел из министерства, стал главным советником председателя Национального банка, а сейчас и вовсе покидает страну на другую должность в одной международной организации. То есть мы видим, в принципе, что те команды, они развалились. То, о чем мы говорили, о проблемах, почему модель этого прагматического или технократического управления, она, в принципе, подходит к этому логическому завершению. В принципе, два года на это понадобилось. Надо принять еще, прошу прощения, что он открыл КВТ в Ташкенте, да, в Магистане? С его помощью? Нет, не Рудой, да, не Рудой. Реализация реформ будет осуществляться в режиме, подразумевшем многочисленные бюрократические уловки, компромиссы, частые, и отказ от части перегрузаний. Опять же, здесь тоже есть ряд примеров, когда особенно компромиссные решения принимаются, и многое то, что изначально в проекте в одном министерстве превращается в совершенно другую картину, в другом министерстве, когда этот проект обсуждается, или в самине, либо в администрации президента. Поэтому вот эта перспектива реформ при инерционном сценарии, она построена вот на том, о чем мы говорили. Поэтому, отвечая на вопрос, который был на первом слайде, почему в Беларуси не получится, опять же, я подчеркну, я добавлю слово, почему в Беларуси может не получиться, и мне кажется, что вот пока на сегодняшний момент двухгодичная модель, технологическая, которая была принята, она свою цель реализовала, макроэкономическая стабилизация, которая была выгодна власти, она достигнута. Сейчас основная задача стоит в ее сохранении, и она именно с этим сохранение этой модели, которая существует на сегодняшний день. А для этого, в принципе, та команда, которая была раньше, она ей не нужна. Главное, движения вперед не будет. И самый вероятный сценарий, который был оглашен еще в первой части, это застревание вот этих медленных, низких темпов экономического роста, которые, в принципе, не дадут пока развитию. Ну, и как обещал, сейчас вопросы. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.